Спасибо большое студия. Доброе утро, Красноярск. Продолжаем нашу телеэкскурсию по ботаническому саду имени Крутовского вместе с доцентом кафедры селекции озеленения СИБГТУ Натальей Владимировной Моксиной. Наталья Владимировна, мы сейчас находимся на площади, где яблони с 1915 года. Да, здесь яблони более молодые, но на 10 лет мы уже с 1915 года их начали выращивать. Мы как раз сейчас находимся около сорта Нобелис. Это сорт, выведенный Рихардом Ивановичем Шредером. И он занимает, вот это одно дерево занимает площадь 64 квадратных метра. То есть у кого дачи есть, большими участками, то есть могут выращивать такие сланцевые деревья в такой форме. Ну и мне хотелось бы показать еще одно интересное, уникальное дерево. Тоже мы советуем в такой форме выращивать, применять способ такой посадки или способ выращивания, когда на одно дерево мы прививаем несколько сортов. То есть что происходит с деревьями? То есть, в частности, здесь была сделана такая омолаживающая обрезка, когда в 90-е годы срезали дерево на пень, появились новые побеги, и вот на эти побеги было привито несколько сортов. Ну, сейчас вот цветет только белым цветом яблоня, а вообще, как бы можно привить таким образом, что тут будут розовые цветы, там белые, и поспевать эти яблони будут тоже в разное время. То есть, там, раннего срока созревания, можем сразу с дерева плоды есть, можем их собрать и оставить на хранение. Ну, и это, конечно, такое подспорье тем, у кого участки очень маленькие, то есть нет возможности выращивать несколько деревьев. Мы на одно дерево можем привить там 4-5 сортов и иметь вот такой плодовый сад у себя на даче. Все, как у нас в редакции «Утреннего кофе». И такая ветка яблони, и такая ветка яблони, и все, мы зиждимся на одном корне на телеканале Афонтово. Скажите, пожалуйста, сколько вот с одного вот этого такого дерева привитого можно собрать урожай яблони? Ну, яблони, она считается высокоурожайной, то есть, ну, со штаммовой формы, я считаю, что около 100 и даже больше килограмм можно собрать. Ну, те яблони, которые произрастают в стелящейся форме, вот, в пору их расцвета снимали по 300 килограмм с дерева. Так что это вот тоже такой вклад. Спасибо большое. Я напомню, что мы проводим телеэкскурсию по ботаническому саду Хрутовского, в который вы, кстати, можете тоже, дорогие телезрители, прийти и вести себя благопристойно. Да, насладиться прекрасным видом, и если вы берете с собой какой-то мусор, брать с собой мешочек и не засорять окружающую природу, сейчас вот мы на мемориальной аллее и продолжим совсем скоро знакомиться с достопримечательностями и живностью этой природной мекки нашего города. Благодарим за участие доцента кафедры селекции и озеленения СИБГТУ Наталью Владимировну Боксину. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Студия вам снова. Продолжение следует...